Здравствуйте! В эфире программа «По существу» и в студии Анастасия Алексеева. В Чебексары прибыла команда «Экспедиция Волга». Сформирована она из блогеров живого журнала, которые за два месяца планируют посетить 13 городов, входящих в бассейн реки Волги. Позади уже Татарстан и Мордовия. Завтра путешественники покидают Чебексары, и им уже есть что рассказать. Именно поэтому сегодня у нас в гостях блогеры Владимир Кобзев, это Кобзон более известный как, и Нияз Оксанов, Кукмар. Как бы не банально звучал этот вопрос, в самом начале все-таки какова цель экспедиции? Ну, то, что мне нравится в идее этой экспедиции, то, что люди могут узнать о том, что у них есть интересного буквально в соседнем регионе. То есть я живу в Казани, я никогда не был в Башкирии, в Чебексарах, в Дешкароле. Ну, просто никогда не был. Ну, вот теперь я приехал сюда, посмотрел, узнал, что здесь есть интересного, и я могу это рассказать своим читателям по всей России. И просто они будут знать, что вот здесь есть такие интересные вещи. Ну, стоит их увидеть просто и как бы побывать здесь. Владимир, а вы бывали в городах Поволжья до этого? Думаю, в каких-то я бывал в городах, в каких-то нет. Какие-то города я открываю для себя только что. А какие-то города, наоборот, я сравниваю. Я был 10 лет назад в Пензе, допустим, или в Саранске. И я могу сейчас какой-то сделать анализ, посмотреть, как было, как стало, где лучше, где хуже. Просто мне показалось, что вы все-таки жители Поволжья, и исследовать рядом лежащие города как-то не очень актуально. Почему бы не махнуть там куда-нибудь в Алтайский край, на Камчатку? Мы там уже везде были. Да, получается, за последние три года, да, это моя 65-я поездка. То есть я был от Парижа до Камчатки, как раз везде ездил, и в России тоже. Но вот здесь как раз, ну, вот так, меня приглашали, да, но не получалось поехать. Поэтому я очень рад, на самом деле, что я попал в соседнюю республику, с Татарстаном, и экспедиция еще приехала ко мне в мой родной поселок Кукмар, да, они у меня дома там ночевали, мы их принимали, тоже было классно. Поэтому для, на самом деле, вот еще раз повторюсь, да, для развития внутреннего туризма очень важно рассказывать людям, что у них есть буквально вот два часа на машине проехал, и все. То есть вот так, нам всем хочется за 2000 километров, а что за километр творится, мы и не знаем. То есть мы уже больше знаем, судя по соцсетям, что в Турции даже творится. Уже каждый отель мне известен, я уже столько лайков наставил, что по бассейнам уже узнаю людей, да. А то, что творится в пяти шагах от нашего дома, ну, просто некому рассказывать. Да, у меня в голове чебоксары находились очень далеко, а я сел в автобус, проехал два с половиной часа, и почему я сюда не приезжал до этого, вообще странно. В анонсе вашей поездки указано, что к вам присоединится великий путешественник Федор Конюхов. Это так, и как вам удалось ее привлечь? Мы были в Башкире, в Уфе, и Раис, организатор этой экспедиции, подарил нам, мне книгу, где Конюхов сам написал там Оксану Ваниязу, там, с пожеланиями. Вот эта книжка его классная такая. Так что это было очень приятно, я очень удивился, да, что он смог его как бы завлечь это. И я так понимаю, что очень большая вероятность, что он на каком-то этапе подъедет, поучаствует как бы в этой экспедиции. Так что, ну, будет классно, конечно. Много отчетов у вас сейчас появляется в живом журнале, и чаще всего они все-таки о столицах вот тех регионов, в которых вы бываете. Что еще вам удается посмотреть, я не знаю, уехать в глубинку куда-то? Нет, я был в Ашкире, я написал про Сабантуй, начал писать про то, как мы восхождение на гору, был большой ремель, поэтому я про Уфу еще не успел даже написать, на самом деле. Поэтому, ну, мне интереснее, на самом деле, чем дальше остались, да, это наиболее интереснее, потому что там есть какая-то, ну, оригинальная, самобытная какая-то культура. Ну, как вот, это интереснее всего. Ну, вот здесь вот мы проезжали, я, правда, к стыду своему все записываю, потому что у меня в голове уже такая колесица случается, что я не могу запоминать даже все населенные пункты, да. Ну, вот мы были здесь, ребята ходили там, по монастырям ходили, разговаривали с настоятелем, да. А я, например, просто зашел поговорить с людьми. Если вы мне напомните, как называется там вот на А, там, Атты, как те. Аллаты, Аллаты города. Меня удивило, я с людьми разговариваю, вы представляете, мне люди говорят, а я спрошу, а у вас вы куда в кинотеатр ходите? Они говорят, а нам не надо. Я говорю, а как не надо? Она говорит, у нас его нет, не было, уж лет 15, и нет, спрашиваю директора Дворца культуры, а скажите, а почему у вас кинотеатра нет? Он говорит, а жителям не надо. Я говорю, так, а может они не знают, что им надо? Он говорит, нет, приезжали, делали исследования, все говорят, да нам не надо. А я говорю, как так получается, 35 тысяч человек живут вместе, и у них нет ни одного кинотеатра, они никуда не хук, и дети вырастают, и они не знают, что есть кинотеатры, и им не надо по-прежнему. То есть вот какую-то такую аномальную зону вот нашел, я первый раз в жизни вижу, чтобы где-то не было кинотеатра. Меня это удивило, я не говорю, что это хорошо или плохо, это просто наши путевые заметки. То есть вот когда человек живет рядышком, он может и не заметить вот таких вот мелочей. Например, въезжай в город, там же вот мелочи, которые вам не бросаются в глаза, а другому человеку бросаются. Если на остановке красным цветом у вас информационное табло, ну как это может броситься? Мы тормозим, потому что для нас это красный свет. Красный свет – это всегда знак опасности. Стоп, а у вас остановка на светофоре. Это же как бы все равно, это не должно быть правильно. Если честно, я не знаю просто ни одного чебоксарца, который бы вот так отреагировал на табло с красными буквами. Видимо, это восприятие может разное. Ну, у нас в Казани это сделано как-то более вот… Ты едешь, и ты не видишь. Ты не видишь. Пока ты на остановку не стал, не посмотрел, ты не видишь этого. А у вас получается… Ну, да, тоже красный, но ты их не видишь, когда на машине едешь. Все-таки блогеры стараются быть честными перед своими читателями, да, и показать всю правду. Вот признайтесь все-таки, какими перед вами предстали чебоксары? Именно в этом преимущество блогов, то что уровень доверия, он намного больше, чем у газет, там телевидение, потому что люди же не знают, кто это делает, а тут-то знают конкретного человека, он с ним может разговаривать, задавать вопросы, получать ответы в ту же секунду. Поэтому уровень доверия больше. Чебоксары, да, вот сейчас я задумался, я почувствовал, что к этому вопрос идет. Не знаю, получается, как-то… Ну, мы тут оживем для меня, и комфортно, и получается, что ты не ощущаешь, что ты куда-то приехал, какое-то уже незнакомое место, и как будто тебя здесь никогда не было. И вот я сейчас начинаю понимать, что получается, как-то вообще-то как-то… Ну, в этом плане у нас несколько… Не презентативная, как она называется, выборка? Нет, понятно, да. Нас встречают как родных, ну, блогер-блогер, во-первых, а во-вторых, еще и люди, с кем мы встречаемся, разговариваем, встречают, во-первых, как родных, и поэтому мы у нас все чебоксарцы прям такие, как вот, прям, все равно отклоняются. А на бытовом уровне, я же еще хожу, когда холодно, вот, типа, похолодало, я хожу в сетке Салават Юлаева. Ну, здесь написано Башкирия, Салават Юлаев, сзади Кобзон, и как бы даже вот на том же пляже я одел, там ходил, все такие, привет, там Салават Юлаев, там победим, не победим, ну, такая добрая атмосфера. Атмосфера. Да, люди, когда узнают, что я с Башкирией, то есть Татария сразу кричит, Акбарс чемпион, а все чебоксарцы, Крак, ты Салават чемпион. Если оценивать сервис, инфраструктуру, готовность регионов, я понимаю, что вы буквально недавно выехали, да, но тем не менее, какое будущее у внутреннего туризма? Можем мы о нем говорить вообще? Можем, это настолько больная тема наша. Конечно, внутренний туризм надо развивать, надо помогать маленьким предприятиям, надо прокладывать новые тропы, надо делать новые маршруты, надо давать возможность блогерам, журналистам, человекам, медийным персонам, лидерам мнений, надо давать им прямо в нос тыкать некоторым. Просто сходите, ребята, поднимитесь на гору, съездите, посмотрите, пройдите на байдарки, расскажите друзьям, товарищам, расскажите в блогах, расскажите в газетах, расскажите о том, что у нас можно вот здесь сесть, и на травачке на речном, проехать досюда и обратно вернуться на коняшки, применю как пример, да, чтобы человек понимал, откуда и что надо делать, и что он получит за те деньги, которые он заплатил. Жители сами должны это делать, да? Да, и в том числе жители, блогеры, в том числе жители, они должны, ну, нести, вот, сходил в поход, рассказал. Я тоже хочу ответить на вопрос. Да у нас такая больная тема, что мы сейчас друг у друга прямо... Ну да, получается, как бы, все эти поездки, которые я очень много ездил, они, конечно, да, там, 90% посвящены именно туризму, развитию туризма, как бы, в каком-то регионе или какой-то стране. И у нас внутренний туризм в России, да, это больной вопрос, и это всегда все спрашивают, как, что сделать, изменить. Ну, получается, в очень локальном уровне, это где можно на автобусе доехать, здесь только информации не хватает, все. То есть у меня в Татарстане очень много интересных мест, и я про них не знаю. То есть я могу сесть у себя, да, в личной порт, там, и доехать куда-то, и там что-то посмотреть, но я не знаю, что там будет, нигде этой информации, как бы, ну, вот, настолько нет, чтобы я про это прочитал. Да, ну, некоторым нравится прожить глазами блогера. А если брать уже глобальный уровень, получается, что здесь пока не будет дешевых внутренних перелетов, да, вот в России, то, к сожалению, у нас вот глобально, масштабно туризм, ну, не будет развиваться, потому что это очень дорого, к сожалению. Ну, вот так. Ну, что ж, я пожелаю вам донести вашу мысль до всех, до кого она должна быть донесена. Желаю вам счастливого пути, а нашим телезрителям почаще путешествовать. Это была программа «По существу». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова